Доброе утро вам, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наше учение этим утром о плодах Духа. Вчера мы говорили про плод веры в нашей жизни, и сегодня мы хотим говорить про плод верности в нашей жизни, верность в нашей работе, верность. В пути, каким мы идем, то, что дано нам сделать. Вы знаете, что в соответствии с Ефесянам, что Бог приготовил для каждого из нас дела. Ефесянам, 2 глава, 10 стих, говорится, что «Ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». У нас есть план, есть дела, которые Бог приготовил для нас. Есть у нас великая привилегия, то, что Он приготовил для меня план, что Он не говорит, что я не нуждаюсь тебе, нечего тебе дать. Бог говорит, да, я для тебя приготовил. Есть место в этом мире, в плане моего спасения, есть место для тебя. Ты важный, тебе есть что делать. Ты не лишний, ты не уволенный. И это хорошо, слава Богу. И мы хотим быть верными в том, что Он дал нам сделать. Верность. Она проявляется во всем, где мы находимся. В учебе, в армии, на рабочем месте, в нашем служении, в общине. Мы хотим быть верными. И вот этот вот плод верности, он должен возрастать в нашей жизни. Я хочу сейчас связать это с тем, о чем мы говорили вчера, о плоде веры. Мы перейдем в Евангелие от Луки, 17 главу. И мы прочитаем здесь, с 5 стиха, то, что здесь произошло, по 10 стих. Луки, 17 глава, с 5 стиха по 10. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Просьба у них, добавь нам веру. Господь сказал, «Если бы вы имели веру с зерно горчичное, и сказали смоковнице этой, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». То есть, Он говорит, «Небольшая вера, она может позволить переставить вот это вот дерево в другое место». В другом месте говорится про гору. То есть, вера, откуда приходит эта вера? Она приходит от Господа. Если бы мы могли делать то, что мы могли с помощью нашей веры, то мы бы, наверное, изменили всю географию вокруг, потому что один бы сказал, «Я хочу, чтобы эта гора была здесь», а другой сказал бы, «Я хочу, чтобы она была там», и был бы полный беспорядок. Так что хорошо, что у нас нет таких способностей. Но когда Бог дает нам эту веру, эту специфическую веру, мы можем передвигать горы наших проблем. Давайте мы посмотрим, что говорится дальше, и как это соединяется. После того, как Иисус сказал вот это предложение о зерне веры, Он продолжает и говорит. И Он больше объясняет. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, «Пойди скорее садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать» и, припоясавшись, «Служи мне, пока буду есть и петь, а потом ешь и пей сам». Станет ли Он благодарить раба сего за то, что Он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Итак, вот это действительность того времени, когда были рабы, когда были господа, и мы видим, как тогда все происходило, что когда каждый из них находился на улице, и раб, он работал в поле, а потом он приходил, и господин его, он служил ему, ему даже спасибо не говорили. Это считалось само собой разумеющееся. Так было тогда. Сегодня это кажется некрасиво, невоспитанно, негуманистично. Но так было тогда. И Иисус берет вот этот вот пример и говорит нам, «Так же и вы». После того, как вы делаете все, что вам было повелено, после того, как вы действуете по плану, который я приготовил для вам, делаете дела, которые я приготовил вам, не приходите, не говорите, что сейчас мне нужно, чтобы сказали спасибо и почитали меня. Приходите с подходом. Ничего я не достоин. Я сделал только то, что мне дано было. Иисус купил нас кровью, Он пожертвовал Своей славою, Он оставил Своё место на небесах, чтобы умереть на кресте за меня. Он всё сделал для меня. И сейчас я буду ожидать что-то, только из-за того, что я исполняю свою должность. Спасибо тебе, Господи, что у меня есть привилегия служить Тебе, что я могу быть близок к Тебе, что я могу омывать Твои ноги. Спасибо тебе. Это привилегия. Я ничего не достоин, потому что без Тебя я бы закончил в аду, в вечности. Мы только делаем то, что должны сделать. И вот этот вот подход служителя, и всё, что мы делаем, мы хотим делать для славы Божьей. Колоссянам, 3 глава, мы читаем с 22 стиха. Колоссянам, 3 глава, здесь с 22 по 24 стихи. «Рабы, во всём повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». И так мы призваны действовать в отношениях с людьми, с которыми мы работаем, на месте работы, в армии. И так мы должны относиться к Господу. И дальше он продолжает. «И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Даже если я служу на работе, я это буду делать наилучшим образом, как будто я делаю это для Господа, и Бог, Он относится к этому. Или я помогаю вдове, или я вдове помогаю сиротам, я это делаю для него». И он продолжает. «Знаю, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Мы получим нашу награду, но это милость, что мы получим награду на небесах. Братья и сёстры, это плод, который должен возрастать в нашей жизни. Плод верности, как Иосиф был верен в своей работе. Также и мы должны быть верны в работе, в служении, которое есть у нас. без ожидания благодарности от людей, без ожидания аплодисментов или почёта. Да, это хорошо ободрять друг друга. Мы люди, и мы призваны к тому, чтобы ободрять и укреплять руки других. Это хорошо укреплять. Все мы люди, и все мы нуждаемся вот в такой поддержке, но мы не ожидаем этого. Мы служим Господу, и получаем ли мы поддержку, или мы не получаем. Этими словами я хотел бы укрепить вас на новый день и на новую неделю, которая перед нами, чтобы мы могли продолжать идти дальше с радостью, с мыслями. Господь, я тебе служу, тебя люблю. Моя жизнь принадлежит тебе. Дай мне только уши слышать твой голос, духовные уши, и сердце, которое идет за тобой, служить тебе. Пусть Господь благословит и укрепит вас на этот день и на всю эту неделю во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok